Всем добрый день, меня зовут Клавдия Жуковская, я из Белоруссии, город-герой Минск. Я игропрактик, игротехник, я коуч, ну еще масса кто я, но думаю для этой передачи не очень это важно. Сегодня я участвовала в батл Купидон, который проходил впервые в городе Киеве, и на который я собралась очень быстро и приехала, потому что это был, наверное, все-таки зов сердца. Мне было интересно посмотреть, как это Купидон, по которому можно ходить ногами, потому что я играла в две игры Купидон на фестивалях, потому что я тоже веду игры, и на фестивалях со своими коллегами, пересекаясь, я играла в игру Купидон один раз, и второй раз, наблюдая, как это происходит. Но таких шикарных эмоций, которые я получила сегодня... Кстати, у меня даже сертификат «Самая веселая невеста». И знаете почему? Я радовалась, как ребенок, я прыгала на этом поле, я скакала, я так визжала, что мне даже Виктория Чернявская, создатель этой игры и ведущая, делала несколько раз замечания, потому что мои эмоции, радости, они могли перекрывать даже ее голос. Поэтому я очень благодарна тому, что я здесь нахожусь. И вы знаете, самое классное в том, что кроме таких восхитительных эмоций, которые я получила на этой игре, вот реально энергия, радость, прыжки вверх, как у ребенка, это доставляло такую радость, что словами описать невозможно. Но если говорить о серьезной части этой игры, то я осознала две ключевые точки, которые действительно не позволяют мне создать счастливые отношения с мужчиной. Извините, не позволяли, потому что именно в этой игре эти две точки были мной осознаны, приняты, и я дошла в игре до третьего уровня, а это на пороге к счастливой семейной жизни. Поэтому я рада, всем передаю большой привет и рекомендую женщинам, девушкам, кто хочет выйти замуж, попробовать эту игру на свой вкус. Прийти либо на игру настольную, либо на игру, где ходишь ножками. Но то, что на столе и ногами, это, конечно, разное впечатление, поэтому выбирайте те эмоции, которые нужны именно вам. Я сегодня получила свои эмоции. Я говорю невесту по полю, бережно, красиво, консультируя. Но! Когда невеста отвечает на вопрос, ее консультант не имеет права сказать, ты что, дурак? А ну, как я сказала, нет. А он имеет или она имеет право только задавать наводящие вопросы. И этих вопросов, может быть, не больше трех. То есть это вопросы непрямые. То есть нельзя сказать, ты же хочешь выбрать второй ответ, да? Так и сказать нельзя. А можно сказать, а как ты считаешь, это правильно на свидание делать так-то и так-то? Или ты всегда так делаешь, и как результаты? То есть очень красиво поученковыми вопросами, которые не являются прямыми ответами. Да, все понимают. Они на третьем инвестиции, у них секс, и они очень хотят замуж. Да. 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 Да.